Из-за этой волокиты или беды с коронавирусом получилось так, что у нас почти трехмесячный перерыв перед заключительным занятием. Поэтому я бы хотел напомнить те вопросы, которые мы с вами изучили на предыдущих занятиях. Это те вопросы, которые я в своей работе рассматривал В.С. Сталин и звучат они так. Это вопрос о характере экономических законов при социализме, вопрос о товарном производстве при социализме, вопрос о законе стоимости при социализме, вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, вопрос о распаде единого мирового рынка и углублении кризиса мировой капиталистической системы, вопрос о неизбежности войн между капиталистическими странами, вопрос об основных экономических законах современного капитализма и социализма и некоторые другие вопросы. Здесь, конечно, очень много таких важных для нашего времени мыслей было изложено Иосифом Иосифовичем Сталином, но я бы хотел напомнить две вещи, две очень важных вещи, в которых мы должны четко ориентироваться. Это основной закон при капитализме, который Иосиф Иосиф Иосифович формулирует следующим образом. Это обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибыли. То есть, наивысшая прибыль в основе этого закона капиталистического. Основной экономический закон при социализме Иосиф Иосифович сформулирует следующим образом. Это обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Вот так он справлял основной закон экономический при социализме. И завершает эту работу раздел, который называется «Ответ товарищам Саниной и товарищам Венжеров». Ответ этот возник потому, что Иосиф Иосиф Иосифович получил письма от этих товарищей и говорит, что они, конечно, там серьезно изучают проблемы экономические, правильно ее излагают в основном, но у них есть и ошибки. И вот он отвечает на эти письма двумя главами в этом вопросе. Первая глава, он называл ее «Вопрос о характере экономических законов социализма». Саниной и Венжер утверждают, что только благодаря сознательному действию советских людей, занятых материальным производством, и возникают экономические законы социализма. Это, конечно, положение неправильно. Существуют ли закономерности экономического развития объективно, независимо от воли и сознания людей? Марксизм отвечает на этот вопрос положительно. Марксизм считает, что законы политической экономии социализма является отражением в головах людей объективных закономерностей, существующих вне нас. Но формула Санина и Венжера отвечает на этот вопрос отрицательно. Это значит, что эти товарищи становятся на точку зрения неправильной теории, утверждающей, что законы экономического развития при социализме создаются, преобразуются руководящими органами общества. Иначе говоря, они рвут с марксизмом и становятся на путь субъективного идеализма. Конечно, люди могут открыть эти объективные закономерности, познать их и, опираясь на них, использовать их в интересах общества. Но они не могут ни создавать, ни преобразовывать эти законы. Допустим, что мы встали на минутку на точку зрения теории, отрицающей существование объективных закономерностей в экономической жизни при социализме и провозглашающей возможность создания экономических законов, преобразования экономических законов. К чему бы это привело? Это привело бы к тому, что мы попали бы в царство хаоса и случайностей. Мы очутились бы в рабской зависимости от этих случайностей. Мы лишили бы себя возможности не то что понять, а просто разобраться в этом хаосе случайностей. В конечном счете, мы оказались бы во власти произвола экономических авантюристов, готовых уничтожить законы экономического развития и создать новые законы без понимания и учета объективных закономерностей. И в подтверждение этой мысли он приводит цитату из Энгельса. И говорит, всем известно классическая формулировка марксистской позиции по этому вопросу, данная Энгельсом его антидюринге. Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, изучили их действия, направления и влияние, то только нас самих зависит подчинять их все более и более нашей воле и с помощью их достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понимать их природу и характер, а этому пониманию противится капиталистический способ производства и его защитники, до тех пор производительные силы действуют вопреки нам, против нас, и до тех пор они властвуют над нами. Это все цитата Энгельса. И далее мысль тоже Энгельса. Когда современными производительными силами станут обращаться сообразно с их познанной, наконец, природой, общественная анархия в производстве заменится общественно-планомерным регулированием производства, рассчитанного на удовлетворение потребностей как целого общества, так и каждого его члена. Тогда капиталистический способ присвоения, при котором продукт порабощает сперва производителя, а затем и присвоителя, будет заменен новым способом присвоения продуктов, основанным на самой природе современных средств производства. С одной стороны, прямым общественным присвоением продуктов в качестве средств для поддержания и расширения производства, а с другой, прямым индивидуальным присвоением их в качестве средств к жизни и наслаждению. Вот, видите, даже Энгельс еще предвидел, в чем разница производительных сил и, в общем-то, экономических законов, действующих при капитализме и при социализме. И на этом первая часть, первая часть этого раздела, вопрос о характере экономических законов и социализма, его все равно заканчивали. Вторая часть ответа товарищам Санину и Венчеру сформулирована так. Вопрос о мерах повышения колхозной собственности до уровня общенародной собственности. Вы помните, мы рассматривали, что существуют две формы собственности при социализме, это общенародная и колхозно-кооперативная, и что при коммунизме они должны как бы объединиться, и как это должно происходить. Вот здесь Иосиф Виссарионович пытается ответить Саниной и Венчеру. Он говорит, какие мероприятия необходимы для того, чтобы поднять колхозную собственность, которая является, конечно, не общенародной собственностью, до уровня общенародной. Некоторые товарищи думают, что необходимо просто национализировать колхозную собственность, объявив ее общенародной. По примеру того, как это было сделано в свое время с капиталистической собственностью. Это предложение совершенно неправильно и безусловно неприемлемо. Колхозная собственность есть социалистическая собственность, и мы никак не можем обращаться с ней, как с капиталистической собственностью. Из того, что колхозная собственность является не общенародной собственностью, ни в коем случае не следует, что колхозная собственность не является социалистической собственностью. Эти товарищи полагают, что передача собственности отдельных лиц и групп в собственность государства является единственной или, во всяком случае, лучшей формой национализации. Это неверно. На самом деле, передача в собственность государства является не единственной и даже не лучшей формой национализации, а первоначальной формой, как правильно говорит об этом Эргельс в Антидюринге. Безусловно, что пока существует государство, передача в собственность государства является наиболее понятной первоначальной формой национализации. Но государство будет существовать не веки вечные. С расширением сферы действия социализма в большинстве стран мира государство будет отмирать. И, конечно, в связи с этим отпадет вопрос о передаче имущества отдельных лиц и групп в собственность государству. Государство отомрет, а общество останется. Следовательно, в качестве преемника общенародной собственности будет выступать уже не государство, которое отомрет, а само общество в лице его центрального руководящего экономического органа. Какой это будет орган, здесь Сталин не раскрывает. И, конечно, мы сейчас угадать не можем, какой это будет экономический орган при отмершем государстве. Скорее всего, это какой-то будет плановый или планово контролирующий орган. Ну, история покажет. Далее он продолжает. Что же в таком случае нужно предпринять, чтобы поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности? В качестве основного мероприятия для такого повышения Санин и Венжер предлагают продать собственность колхозам основные орудия производства, сосредоточенные в машинно-тракторных станциях в МТС. И разгрузить, таким образом, государство от капитальных вложений в сельское хозяйство и добиться того, чтобы сами колхозы несли на себе ответственность за поддержание и развитие машинно-тракторных станций. Для обоснования этого предложения авторы выдвигают несколько доводов. Во-первых, ссылаясь на слова Сталина о том, что средства производства не продаются даже колхозам, авторы предложения подвергают сомнению это положение, заявляя, что государство все же продает средства производства колхозам. Такие средства производства, как мелкий инвентарь, вроде косы серпов, мелких двигателей и тому подобное. Они считают, что если государство продает колхозам эти средства производства, то оно могло бы продать им и все другие средства производства, вроде машин МТС. Этот довод и состоятельный. Конечно, государство продает по ухозам мелкий инвентарь, как это полагается по уставам артели и по конституции. Но можно ли ставить на одну доску мелкий инвентарь и такие основные средства производства в сельском хозяйстве, как машины МТС или, скажем, земля, которые тоже ведь являются одним из основных средств производства в сельском хозяйстве? Ясно, что нельзя. Нельзя, так как мелкий инвентарь ни в какой степени не решает судьбу колхозного производства. Тогда как такие средства производства, как машины МТС и земля, всецело решают судьбу сельского хозяйства в наших современных условиях. Нетрудно понять, когда Сталин говорил о том, что средства производства не продаются колхозом, он имел в виду не мелкий инвентарь, а основные средства сельского хозяйства производства, то есть машины МТС и землю. Авторы играют словами средства производства и смешивают две различные вещи, не замечая, что они попадают в просаг. Во-вторых, Санин и менеджер ссылаются далее на то, что в период начала массового колхозного движения, в конце 29-го и начале 30-х годов, ЦК ВКПБ сам стоял за то, чтобы передать собственность колхозам машино-тракторные станции. Требуют от колхозов погасить стоимость машино-тракторных станций в течение трех лет. Они считают, что хотя тогда это дело и провалилось ввиду бедности колхозов, но теперь, когда колхозы стали богатыми, можно было бы вернуться к этой политике. Этот довод также несостоятельен. ЦК ВКПБ действительно было принято решение о продаже МТС колхоза в начале 30-го года. Решение это было принято по предложению группы ударников-колхозников в виде опыта, в виде пробы, с тем, чтобы в ближайшее время вернуться к этому вопросу и вновь его рассмотреть. Однако, первая же проверка показала нецелесообразность этого решения. И через несколько месяцев, а именно в конце 30-го года, решение было отменено. Но дальнейший рост колхозного движения и развитие колхозного строительства окончательно убедили, что сосредоточение основных орудий сельскохозяйственного производства в руках государства, в руках машино-тракторных станций, является единственным средством обеспечения высоких темпов роста колхозного производства. Мы все радуемся колоссальному росту сельскохозяйственного производства нашей страны, росту зернового производства, производства хлопка, льна, свеклы и так далее. Где источник этого роста? Источник этого роста в современной технике, в многочисленных современных машинах, обслуживающих эти отрасли производства. Дело тут не только в технике вообще, а в том, что техника не может не стоять на одном месте. Она должна все время совершенствоваться, что старая техника должна выводиться из строя и заменяться новая, а новая новейшая. Без этого немыслим поступательный ход нашего социалистического земледелия, немыслим и небольшие урожаи, ни изобилие сельскохозяйственных продуктов. Но что значит вывезти из строя сотни тысяч колесных тракторов и заменить их гусеничными? Заменить десятки тысяч устаревших комбайнов новыми? Создать новые машины, скажем, для технических культур? Это значит миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6-8 лет. Могут ли поднять эти расходы наши колхозы, если даже они являются миллионерами? Нет, не могут, так как они не в состоянии принять на себя миллиардные расходы, которые могут окупиться лишь через 6-8 лет. Эти расходы может взять на себя только государство, ибо оно и только оно в состоянии принять на себя убытки от вывода из строя старых машин и замены их новыми. Ибо оно и только оно в состоянии терпеть эти убытки в течение 6-8 лет с тем, чтобы по истечении этого срока возместить производственные расходы. Отсюда вывод. Прилагая продажу НТС собственность колхозам, Санин и Венжер делают шаг назад в сторону отсталости и пытаются повернуть назад колесо истории. Допустим, на минутку, что мы приели предложение и стали продавать собственность колхозам основные орудия производства, машино-тракторные станции. Что из этого получилось бы? Из этого получилось бы, во-первых, что колхозы стали бы собственниками основных орудий производства, то есть они попали бы в исключительное положение, какого не имеет в нашей стране ни одно предприятие. Ибо, как известно, даже национализированные предприятия не являются у нас собственниками орудий производства. Чем можно обосновать это исключительное положение колхозов? Какими соображениями прогресса, продвижения вперед? Можно ли сказать, что такое положение способствовало бы повышению колхозной собственности до уровня общенародной собственности? Что оно ускорило бы переход нашего общества от социализма к коммунизму? Не вернее ли будет сказать, что такое положение могло бы лишь отдалить колхозную собственность от общенародной собственности и привело бы не к приближению к коммунизму, а наоборот к удалению от него? Из этого получилось бы, во-вторых, расширение сферы действия товарного обращения, ибо колоссальное количество орудий сельскохозяйственного производства попало бы в орбиту товарного обращения. Основная ошибка Санни и Венчера состоит в том, что они не понимают роли и значения товарного обращения при социализме. Не понимают, что товарное обращение несовместимо с перспективой перехода от социализма к коммунизму. Они, видимо, думают, что можно и при товарном обращении перейти от социализма к коммунизму, что товарное обращение не может помешать этому делу. Это глубокое заблуждение, возникшее на базе непонимания марксизма. Критикуя хозяйственную коммуну Дюринга, действующий в условиях товарного обращения, Энгельс в своем антидюринге убедительно доказал, что наличие товарного обращения неминуемо должно привести так называемые хозяйственные коммуны Дюринга к возрождению капитализма. Санин и Эвенжер, видимо, не согласны с ним. Тем хуже для них. Ну а мы, марксисты, исходим из известного марксистского положения о том, что переход от социализма к коммунизму и коммунистический принцип распределения продуктов по потребностям исключает всякий товарный обмен. Следовательно, и превращение продуктов в товары, а вместе с тем и превращение их в стоимость. Но надо сказать, что прежде чем перейти дальше к анализу этой колхозной и общенародной собственности, надо сказать, что все-таки исторически получилось так, что вот это предостережение Сталина у нас не было учтено в стране. И в начале 60-х годов под руководством Хрущева, который возглавил ЦК КПСС, все-таки машино-тракторные станции были расформированы и средства производства были проданы в колхозы. И что, конечно, привело к тому, что у нас, ну вот я помню на моей памяти, что стали трудности с хлебом. Стали цены повышаться, стало не хватать хлеба, стали закупать за границей и так далее, и так далее. Это вот одна из причин, ну и там будет целый ряд других причин. Ну, продолжим мысль о том, что следует предпринять, чтобы повысить колхозную собственность до уровня общенародной собственности. Колхоз есть предприятие необычное. Колхоз работает на земле и обрабатывает землю, которая давно уже является не колхозной, а общенародной собственностью. Следовательно, колхоз не является собственником, обрабатывая им земли. Далее, колхоз работает при помощи основных орудий производства, представляющих не колхозную, а общенародную собственность. Следовательно, колхоз не является собственником основных орудий производства. Еще дальше. Колхоз это предприятие кооперативное. Он пользуется трудом своих членов и распределяет доходы среди членов по трудомям. Причем у колхоза есть свои семена, которые ежегодно возобновляются и идут в производство. Спрашивается, чем же собственно владеет колхоз? Где та колхозная собственность, которой он может распоряжаться вполне свободно по собственному усмотрению? Такой собственностью является продукция колхоза. Продукция колхозного производства. Это зерно, мясо, масло, овощи, хлопок, свекла и другие. Не считая построек и личного хозяйства колхозников на усадьбе. Дело в том, что значительная часть этой продукции, излишки колхозного производства поступают на рынок и включаются таким образом в систему товарного обращения. Это очень важное отличие колхозной собственности от общенародной. Это именно обстоятельство и мешает сейчас поднять колхозную собственность до уровня общенародной. Поэтому с этого конца и нужно развернуть работу по повышению колхозной собственности до уровня общенародной. Чтобы поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности, нужно выключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения. И включить их в систему продукта обмена между государственной промышленностью и колхозами. В этом суть. У нас нет еще развитой системы продукта обмена. Но есть зачатки продукта обмена в виде отоваривания сельскохозяйственных продуктов. Это слово отоваривание Сталин берет в кавычки. Как известно, продукция хлопководческих, льноводческих, свекловичных и других колхозов уже давно отоваривается. Правда отоваривается не полностью, частично, но все же отоваривается. Что значит отоваривается? То есть идет обмен с городом этой продукции на промышленные продукты. Заметим мимоходом, что слово отоваривание, почему известно, Сталин в кавычках, неудачное слово. Его следовало бы заменить продукта обменом. Задача состоит в том, чтобы эти зачатки продукта обмена организовать во всех отраслях сельского хозяйства. И развить их в широкую систему продукта обмена с тем, чтобы колхозы получали за свою продукцию не только деньги, а главным образом необходимые изделия. Такая система потребует громадного увеличения продукции, отпускаемой городом-деревней. Поэтому ее придется вводить без особой торопливости, по мере накопления городских изделий. Но вводить ее нужно неуклонно, без колебаний, шаг за шагом, сокращая сферу действия товарного обращения и расширяя сферу действий продукта обмена. Такая система, сокращая сферу действия товарного обращения, облегчит переход от социализма к коммунизму. Кроме того, она дает возможность включить основную собственность колхозов, продукцию колхозного производства в общую систему общенародного планирования. Это и будет реальным и решающим средством для повышения колхозной собственности до уровня общенародной собственности при наших современных условиях. Выгодна ли такая система для колхозного крестьянства? Безусловно, выгодна. Выгодна, так как колхозное крестьянство будет получать от государства гораздо больше продукции и по более дешевым ценам, чем при товарном обращении. Всем известно, что колхозы, имеющие с правительством договора о продуктообмене, получают несравненно больше выгод, чем колхозы, не имеющие таких договоров и продающие излишки своей продукции на рынках. Если систему продуктообмена распространить на все колхозы в стране, то эти выгоды станут достоянием всего нашего колхозного крестьянства. Вот этой мыслью Иосиф Виссарионович и заканчиваем вопрос о мерах повышения колхозной собственности до уровня общенародной. Смотрите, опять же, в этой главе, в принципе, два вопроса. Первый, это по поводу того, что экономические законы... Ну, что это объективный характер, мысль, да. Да, они не в головах, а как работает экономика. И, собственно, до этого были тоже разборы других авторов. Да, и те же ошибки были, да, и у других авторов, да. Тоже Ярошенко, там и другие. Своя Рошенко это было, да. В этом плане вопрос, вот когда у нас реформа Косыгинская была, когда взяли просто и переименовали. Что? Ну, допустим, ввели прибыль. А, прибыль ввели. Дело вот в чем. Прибыль-то она... Это показатель. Да. Прибыль-то была. Да, прибыль она существует, но дело в том, что если вернуться к основному закону, то удовлетворение потребностей. А потребности, и Сталин еще говорил, что нужно добиваться чем расширением, что как можно больше удовлетворять потребности, нужно как можно больше расширять производство. А расширять производство за счет, и за счет повышения цен, и за счет прибыли, а за счет, наоборот, снижения себестоимости, и чтобы более массовое производство необходимых продуктов. Так вот, прибыль, ушли от этого... В то-то и дело. Цель такой, что прибыль начинает получать. Да, а прибыль начинает это возвращение к капитализму. Вот у того прекрасное противоречие показывается, что для полного удовлетворения надо все больше и больше разнообразной продукции. Разнообразной, и чтобы она была доступна для населения. А для повышения прибыли надо вал делать. Да, нужен вал и повышение стоимости, то есть... И количество. Больше количество, меньше себестоимость. Конечно. Меньше себестоимость, больше прибыль. Это принцип капитализма. И вот эта, значит, погоня за Бримию, она и привела к тому, что уничтожили социализм в нашей стране. Это одна из причин. Может быть, не единственная, но одна из причин. И тут мы как раз мягко подходим ко второму вопросу. Вот МТС, да, это мото-тракторный старт. Машинно-тракторный старт. Машинно-тракторный старт. Который, грубо говоря, это на несколько колхозов была одна техническая станция, которая раздавала всем колхозам технику. Да, да, да. Когда говорят речь про 30-е годы, извините, но в 30-е годы там, грубо говоря, идет лошадка, и сейлка, вилка. Нет, эта работа была написана в 50-е уже годы. Нет, когда предложили основные средства выкупить. А, первый раз? В 30-е годы, да. Да, в 29-30-м году. Да, в 50-е, тем более в 60-е, когда-то, кстати, делали уже специализированные комбайны, специализированные... И все равно Сталин от этого предостерегал, от этой ошибки. Ну, так прощение производства. Будет специальный трактор, который... Опять же, собственно, средства производства, понимаешь? Средства производства не должны быть в каких-то руках. Это общенародная собственность. Ее нельзя продавать. Средства производства не должны продаваться при социализме. Это же не капитализм. Это и привело... Это, опять же, одна из причин, почему мы вернулись в капитализм. Что распродали средства производства и стали их передавать, перепродавать. Этого нельзя делать. Не только. Как не только. Это именно... А ну, ела страшно большая машино-тракторная станция, которая обслуживает большой район. Она может позволить себе много видов сельхозтехники. А когда колхоз сам вынужден покупать... А у него средств для этого нет. Он сокращает разнообразие. Мы обязываемся выращивать фрукты, отращивать, выращивать, а мы только сельхозьми выращиваем. Соответственно, рынке разнообразие... Тормозится развитие. Тормозится развитие защита. У него не хватает средств. А средств... Удовлетворения потребностей нет. Есть только вал, которые валят на рынок и подают. И еще одна очень важная политическая составляющая, что МТС, это же были рабочий класс. Да, на деревне. Да, на деревне рабочий класс. И он как бы... Основу составлял диктатуру и пролетариату, в том числе и население, что не давало возникнуть мелкобуржуазную... Мелкобуржуазную идеологию в среде крестьянства. Это очень важно тоже. Но, конечно, главное это было то, что... Вот то, о чем говорит Сталин, что нельзя продавать средства производства. Нельзя делать из них товары. Вот в чем была главная ошибка-то в начале 60-х годов. Опять же, насчет товаров. Если раньше колхоз действительно пытался выпускать можно больше видов продукции, чтобы его сдать на рынок и поменять на какие-то другие товары, товаромин, то когда мы переходим на прибыль, нам надо что? Сделать как можно больше какого-то одного вида продукции, и ту же пшеницу вырастить. То, что подороже. То, что подороже. Техника нужна одна и разная база. А не то, что нужно для удовлетворения потребностей. То есть, это был товар, который надо. Так точно, да. Опять же, вело к уничтожению социализма. Тоже вело. То есть, цель была не удовлетворение потребностей, а получение прибыли. Рынок, то есть товар. Поэтому он и говорит Сталин о том, что надо переходить к продукту обмену от рынка.